Сахалинские каратисты завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Маршала Покрышкина. Турнир проходил в Новосибирске в первых числах октября. За медаль боролись более тысячи спортсменов. Это представители 43 регионов России и команда из Казахстана. Островную сборную представляли воспитанники Курильской и Хомской школ карате, а также спортсмены школы Олимпийского резерва восточных видов единоборств. Всего 18 человек. Золотую награду самой старшей группе завоевала Полина Ковалева. Спортсменка выступала в категории 16-17 лет до 57 килограммов. Ее соперницами были 9 каратисток. Чтобы дойти до финала Сахалинке потребовалось достичь трех побед, но и на этом она не остановилась. В решающем поединке Полина встретилась с Жанной Орловой из Алтайского края и обыграла свою оппонентку с перевесом в 2 балла. Еще одно золото привезла на родину Анастасия Рязанова. Представительница Хомска уже побеждала на всероссийских соревнованиях в Новосибирске в прошлом году. Линбок единственный среди сильной половины сахалинской сборной, кому удалось добиться награды высшего достоинства. Он выступал в категории 12-13 лет до 45 килограммов. В этой подгруппе было более 30 спортсменов. Мы посмотрели работу спортсменов, посмотрели, на чем надо работать, к чему предстоит обратить внимание на тренировочном процессе. Будем делать сборы, общие сборы команды Сахалинской области и будем уже готовиться персонально к этим соревнованиям. Это будет первенство России, которое будет являться отборочным на первенство Европы. Копилку островной сборной пополнил Андрей Лиз, завоевавший серебряные награды в ката и кумите категории 10-11 лет, свыше 42 килограммов. Бронза на счету Кирилла Сек в категории ката. Павел Аникеенко и Евгений Сон добились третьего результата в кумите. В следующий раз на татаме спортсмены встретятся 15 и 16 октября в Южно-Сахалинске, где пройдет открытое первенство города по карате. 9 октября футбольная команда ПСК «Сахалин» на стадионе «Спартак» встретится с футбольным клубом «Чита». Игра состоится в рамках 13-го тура первенства ПФЛ. Очные встречи команд в нынешнем сезоне принесли островитянам 4 очка. В домашнем матче первого тура команда Сергея Булатова обыграла «Читинцев» со счетом 2-0. Днем ранее, 8 октября, баскетбольная команда «Сахалин» матчем против «Спартака» «Приморья» откроет новый сезон. Дальневосточное дерби стартует в 19.00 во дворце спорта «Кристалл». Вход свободный.